Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что открыли это видео! Девчонки, сегодня я хочу вам показать все свои 4 коробочки от Эльбокс, которые мне пришли за последний месяц. Три сразу мне пришли одновременно, буквально после Нового года. И вот последняя, я так понимаю, это за январь была еще одна новая. И давайте я вам покажу, что в них было, расскажу свое мнение. Потому что некоторыми продуктами я уже успела попользоваться. И меня просили, также в Инстаграм выкладывала фотку о том, чтобы рассказать о коробочках. В первой коробочке был вот такой вот полноценная версия крема Малахит. Это испанская марка. Я его использую не для лица, а для шеи. Об этом я вам рассказывала в своем видео об уходе за шеей у меня есть на канале. Если не видели, посмотрите. Он мне отлично для этого подошел, потому что он идет anti-age. Он отлично подтягивает, он питает кожу. Он идет с пептидными комплексами и минералами. Мне очень нравится, что он хорошо выравнивает тонкую кожу, рельеф. Чувствуется, что кожа очень мягкая, напитанная. Не создает никакого ощущения пленки. Когда я его, девчонки, наносила на лицо, то могу сказать, что я чувствую его. И мне создается такой дискомфорт, как будто мне закупорили кожу. Как будто мне, не знаю, закрыли все поры и лицо не дышит. Поэтому для этого я его не использую. Он как для шеи самое то. Далее, следующее, что было в коробочке и мне очень понравилось, это вот такой ангел. Это такой скраб для лица, удаляет отторговевший верхний слой. Очень мягко так отшелушивает. Мне понравилось. Там идет в составе китайская глина, также роза, которая смещает, успокаивает. И глицерин, который помогает удерживать влагу. Кожа не пересушенная. Мне понравилось. Я могу вам порекомендовать обязательно попробовать. Может быть, даже что-то просто из лаши. Это такая смягчающая, восстанавливающая крем-маска от Академии. Девчонки, у меня уже было. Это как-то в альбоксе попадалось. Поэтому именно данным пробником я не пользовалась. Но до этого уже я ее пробовала. Могу сказать так. Я вообще никакой реакции не вижу от косметики Академии. Такое ощущение, что она просто на меня не действует. Поэтому я не могу вам никак о ней ничего рассказать. И своего мнения. А как-то я все время стараюсь проходить мимо этих средств. Далее, лак не в полной версии. Вот такой вот довольно красивый оттенок. Лак Энни еще попался и в другой коробочке. Только в другом цвете. Я вам фотку в инстаграм тоже скидывала. Я пользовалась тем цветом лаком. Он у меня на ногтях долго не продержался. Он начал быстро отколупливаться. Где-то на второй день у меня сколы пошли. Но тот цвет более красивый. Более такой ходовой будет для меня. И могу сказать, что да, на ногтях, конечно, в два слоя классно смотрится. Хорошие лаки, хорошая кисточка, хорошее нанесение. Конечно, против ничего не имею. Следующее. Опять же попался от Lancome. Это у нас Vizio Nair. Мультикорректирующий крем. Также наносится и утром, и вечером. Раньше уже был в Эльбокс попадался. Я пользовалась с удовольствием. И мне нравится, потому что там содержится гиалуроновая кислота. И в любом таком подобном креме или сыворотке, где она содержится, я могу вам с уверенностью сказать, что у меня кожа принимает. И она становится более напитанной и упругой. Поэтому, в принципе, различия с другими средствами я не вижу. Далее. Керостаз. Такой пробничек был. Это термоуход. Молочко для питания, восстановления блеска сухих волос. Его я, как видите, еще не пробовала. Следующее. Это лак уже, о котором я вам говорила. Который я наносила. Очень, правда, красивый оттенок. Там мне многие написали, что да. Он на ногтях очень супер смотрится. Такой фиолетовый баклажан. Очень рада, что мне попался такой цвет. Потому что у меня еще такого не было. И вообще в других любых лаках. Супер. Буду с радостью пользоваться. Следующие вот такие вот пробнички от Биатер тоже еще не пользовался. Там сыворотка рекламы. Вот такой вот аромат Джорджио Армани пробничек. Сейчас он у меня вытащен, потому что я им пользуюсь. Не могу сказать, что это мой аромат, потому что он в то же время мягкий, в то же время такой и решительный. Но все же, наверное, вот эти шипровые ноты, которые там есть, они не мое. Пробничек это Сент-Лоран. Крем-гель для лица. Также он идет для шеи. Улучшает текстуру кожи, сужает поры, делает кожу гладкой, свежей. Подходит для всех типов. Еще не пробовала, но тоже с удовольствием испробую. Потом расскажу вам о пустых баночках, если интересно, девчонки. Вот такой вот регенерирующий тоник для лица от Миша. Два в одном. Он придает коже упругость и в то же время эффективность для следующего этапа ухода за кожей, да, подготавливает. И, девчонки, вы знаете, я один раз его использовала. У меня тут еще есть. Могу вам сказать, что мне самое главное, что он не оставил липкости на лице. Но особого чего-то резкого, я прямо такого маленькой миниатюрки, я не могла заметить по эффекту, да. Ну, просто, просто тоник, ну, хороший тоник. Далее, шампунь для волос тоже такая миниатюрка маленькая, профессиональный, для защиты цвета от Биолаж. Вы знаете, я один раз и мыла волосы, так посмотреть на эффект. Ну, просто хорошо прочищенные. Я увидела, наверное, ничего, что-то такого супер по сравнению, например, с обычным своим ежедневным шампунем, которым я более дешевым пользуюсь. Потому что это полноценная версия стоит 250 мл, 550 рублей. Не вижу смысла переплачивать. Далее переходим к третьей коробочке. И у меня попался вот такой шампунь от Керастаз, зелененький. Давно его хотела попробовать вот именно дома. Раньше до этого я в салоне, где подстригаюсь, меня там на этой продукции, в принципе, истригу, делают маски и моют шампунем таким волосы. Могу сказать, что я всегда просто в восхищении после этого ухода. Я не хочу потом мыть голову, пусть у меня даже и пачкается на следующий день, но мне хочется. Эффекты таких рассыпчатых, мягких, блестящих волос оставался еще долго и долго. Но вот дома, применяя этот, могу сказать с полной уверенностью, что волосы, конечно, ну классные. У них какой-то появляется немножечко даже объем, что ли, в хорошем смысле этого слова. Он не распушает волосы, они приглаженные, они красивые, мягкие. Послушные. Ну, в общем, все-все-все вместе, конечно, но стоит это все очень дорого. Этот шампунь стоит вообще в полноценной версии 1350. И то это не везде. В моем салоне я здесь стригусь, он вообще там 1700 или 1800 стоит. Поэтому могу посоветовать попробовать, если вы имеете возможность себе приобрести. Полноценная версия масла для губ Айвит с витаминами от Libriderm. Сейчас активно рекламируется вообще эта марка везде, да и по телевизору, ну, многие видели. Это такой с роликом, он идет для губ. Бальзам. Могу сказать одно, что, девчонки, вот у меня, например, были сильно, сейчас я заболела, растрескавшиеся губы. Я помазала их. Такое ощущение, что просто масло сверху лежит на губах. Но я не чувствую, что мои шелушинки, которые хочется, чтобы вот как бы восстановил он их, да, такое ощущение, что эти шелушинки просто на губах остаются, и они катаются под этим маслом. Ну, как-то вот, если я к Армаксам привыкла, я нанесу, мне сразу бабац как-то все убирает, 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 и все, губы такие гладкие-гладкие и без проблем, то этот нет. Если купить его за свои деньги, я бы не стала. И вам, наверное, не советовала. Вот такое у меня сложилось впечатление. И опять же масляный эффект на губах, наверное, не все любят. Далее лак от Daily Wands. Довольно такой интересный оттенок, мне понравился. Посмотрите, как он нежный, бежевый, офисный, как я его называю, да. На работу не стыдно, да, таким накрасится, неяркий. Буду с удовольствием пользоваться. До этого у меня уже был такой лак, тоже в коробочках, или бокс попадался. Хорошие, держатся тоже недолго, конечно, у меня, в принципе, все слетает быстро. Но могу сказать одно, что тоже хорошая кисточка, удобно наносится, нравится. Ничего против них не имею. Полная ценная версия стоит 210 рублей. Дальше, Talga. Это у нас попался маленькая-маленькая увлажняющая маска, морской источник. Она именно запускает физиологические процессы естественного увлажнения кожи. Еще не пробовала, вот буквально сегодня собираюсь это сделать. Посмотрим. Маленький-маленький такой сиси-крем от Alme. Наносится он обычно привычным способом на очищенную кожу лица, например, с утра. Я не пробовала, девчонки, но он должен, по идее, способствовать сужению пора, разглаживать ранние морщинки. Не знаю, конечно, как он будет омолаживать и питать кожу. Посмотрим. Тоже, конечно же, буду пробовать. Следующая от Stenders. Два вот таких вот пакетика маленьких. Это у нас уже идет шампунь и кондиционер для нормальных волос. И маленькая миниатюра, лосьон для тела. Он содержит жасмин, масло ши, жажаба, макадамия. Они увлажняют и продают коже гладкость, мягкость и упругость. Сейчас у меня есть средства, которыми я пользуюсь, поэтому я не хочу мешать. Я хочу видеть эффект от Това, поэтому не пользовалась, но тоже буду пробовать. Девчонки, хочу вам показать последнюю, четвертую коробочку, которая пришла ко мне буквально совсем недавно, Эльбокс. Могу сразу сказать, что наполнение мне не очень понравилось, потому что совсем как-то бедненько. Был вот такой вот там вот крем от Карита. Далее вот такой снейкет. Это как идет, как крем для загара на солнце, для лета. В общем, есть подобные у меня еще две штучки. Вот здесь шла подарок, бонусная карта клуба Созвездия Красоты. Там надо регистрироваться и при услугах там 1000 рублей скидка будет. В принципе, кто из Москвы, я думаю, почему бы нет. Вообще, девчонки, это не простой лак, это гелеобразный. Он такой создает эффект, как будто у вас маникюр сделан гелевый и в то же время без применения различных ультрафиолетовых ламп и LED ламп. Поэтому еще его не пробовала. И заявлено, что вообще устойчив к сколам и царапинам. Но попробую, конечно же, с удовольствием. И маленький-маленький пробничек от марки Деклеор, насыщенный увлажняющий крем Гидрофлора. Он наносится как утром, так и вечером. Поэтому, девчонки, еще не пробовала. Могу сказать одно, что я заметила, эту марку сейчас активно везде внедряют. Вообще защита от потери влаги, увлажнение хорошее должно давать. Маленький пробничек аромата от Александр Ванш. Ну, такой идет зеленый, древесный аромат, свежий. Не для меня, а не для более каких-то сильных женщин. Мне больше нравится что-то помягче. И последнее, что тут было. И вот такая ухаживающая маска-спрей для волос 10 в 1, Муникон. У меня уже, наверное, десятая штучка, что ли, от Эльбокс. Как вот мне все попадается, всегда они. В принципе, это идет как термозащита. При укладке феном, утюжком, щипцами, что-то подобное. Чтобы придавать в то же время и блеск, и шелковистость усысков волосам. Их смягчать. У меня почему-то эффект нет такого эффекта. У меня даже больше какая-то липкость. Ну вот, сделала для вас небольшой обзор. Спасибо всем огромное за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok